В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях этого понедельника вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании Город. Вот некоторые темы выпуска. Первая конференция после избрания губернатором Николай Любимов ответил на вопросы региональных журналистов. Холод на улицах, холод в квартирах. Так ли гладко проходит пуск отопления в Рязани? Театральная премия «Зеркало сцены». Какие спектакли в этом году примут участие в фестивале? Мисс УИС в Рязани определили главную красавицу уголовной исполнительной системы. В понедельник 2 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов провел первую после победы в выборах пресс-конференцию. На ней журналисты со всего региона получили возможность задать избранному главе региона наболевшие вопросы. Очередная пресс-конференция и первая в статусе губернатора прошла в правительстве области. За час Любимов ответил на порядка 40 вопросов региональных журналистов. Но вначале Николай Любимов сам рассказал, что на строительство БСМП регион получит средства из федерального бюджета. С таким вопросом глава региона обратился к Путину во время визита президента в Рязань. А вот строительство онкологического диспансера, скорее всего, потребует вложений инвестора. У нас есть пока только участок и есть огромное желание его построить. И, соответственно, есть переговорная большая работа, которая проведена сейчас с частным инвестором. Если все сложится, то, конечно, мы не будем ждать, пока у нас будет счастливая возможность построить этот объект за счет федерального бюджета, потому что это может быть не скоро. Рязанская область сможет расчистить свой бюджет. Николай Любимов подробно рассказал об инициативе президента страны Владимира Путина реструктуризировать долги региона. Согласно ей, в течение семи лет по общему правилу все должники будут платить 5% от общего долга по бюджетным кредитам. Для Рязанской области экономия в 2018 году составит 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Это позволит нам расчистить бюджет раз, уйдя от коммерческих долгов, и второе, получить дополнительные фактические средства, которые мы в противном случае должны были бы заплатить в федеральный бюджет. В следующем году мы должны будем вместо 4 миллиардов 200 заплатить всего 600 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить вот эту 5-процентную выплату. Вопросы журналистов коснулись также стартовавшего отопительного сезона. На сегодняшний день тепло получили более 90% жилых домов и, конечно же, обманутых дольщиков. Таковыми числят сам 3000 человек, 28 строящихся домов. По всем остальным нашим объектам, так или иначе, мы запланировали ввод в эксплуатацию, начиная с декабря этого года, первых объектов, заканчивая концом 2018 года других. Есть объекты, которые по 7 лет уже. У нас 7-летний срок нарушения сроков договора для его участия. Ни одна пресс-конференция с Николаем Любимовым не проходила без вопроса про сосновый бор. Сумеет ли санаторий сохранить статус лечебно-оздоровительного учреждения? Зависит от того, найдется ли инвестор, а также смогут ли правоохранители решить проблему незаконной застройки на его территории. Повлиять на процесс дальнейшего использования этого имущества по целевому назначению как медицинский оздоровительный комплекс мы можем только сохранив, это надо обязательно сделать, это существующее поручение уже моё, сохранив определенное назначение земли именно под размещение оздоровительного комплекса. Ни в коем случае не под ИЖС, не под дачное строительство, не под промышленные застройки, как угодно можно обозвать, под апартаменты, то, что там рядом тоже происходит, вот это вот в наших силах. Спросили и о платных парковках, с увеличением которых на улицах города выросли и негодования автолюбителей по поводу отсутствия возможности оплаты стоянки наличными. Политик заметил, что еще весной, со ссылкой на опыт других городов, предлагал мэрии организовать оплату наличными. Ее ввели только в конце сентября. Теперь, по словам Любимова, необходимо довести систему до некого логического завершения. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». По данным Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, по состоянию на 2 октября в Рязани к отоплению подключено 79% многоквартирных домов и около 97% муниципальных объектов социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания Новорязанской и Диаглевской ТЭЦ, котельных МУПР МПТС и ведомственных котельных. Однако жители некоторых домов уже начали переживать. Обещанные пуски отопления постоянно откладываются. А учитывая то, что на протяжении нескольких лет в доме на улице 4 линии отопление дают гораздо позже установленных сроков, опасения жителей этого дома становятся понятны. Согласно прогнозу погоды на 2 октября в Рязани температура воздуха составила не выше 7 градусов тепла. Обычно спасение от осеннего холода мы ищем в теплых квартирах. Вот только жители дома 34 по улице 4 линии особой разницы температур в квартирах и на улице не ощущают. Дело в том, что ежегодно мы в начале отопительного сезона просто замерзаем, потому что нам никогда не дают отопление вовремя. И сейчас вот у меня в квартире температура воздуха 16 градусов. Это при включенных обогревателях. Евгения живет в доме последние 5 лет. Из года в год ситуация с пуском отопления одна и та же. Про дом то ли забывают, то ли откладывают на последние числа. По словам жильцов, каждый год теплосети ЖЭУ сообщают им о постоянных прорывах теплотрассы. Сегодня уже 8 день, когда дают отопление. У нас его до сих пор нет. И по информации, которое я получила в теплосетях, его сегодня-то точно не будет. От холода в квартирах спасаются по-разному. Кто доходит по дому в верхней одежде, другие же включают обогреватели. Дети под тремя одеялами спят, бегом бегут в школу, по которой дали отопление еще неделю назад. И так далее. Как спасаются пенсионеры и маленькие дети, которые не ходят в детские садики школы, я совершенно не представляю. Сторожилы дома номер 34 по улице 4 линии рассказывают, что такая ситуация была здесь всегда. Отопительный сезон для них наступает позднее всех. Мы свои обязательства перед теплосетями выполняем. Платим мы все регулярно за отопление. И, соответственно, ждем такого же от теплосетей к нам отношения. Прорыв теплотрассы. И именно такой ответ нам дали в управляющей компании. И хоть обещанное тепло должно было попасть в дома именно сегодня, сколько еще времени жильцы проведут в своих холодных квартирах, неизвестно. Вот мы мучаемся. Каждый год в последнюю очередь нас включают. Надеемся, что власти города обратят внимание на проблемы жителей. И в этом году их дом начнет отапливаться в срок. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 28 сентября Рязанская городская дума приняла решение об изменении методики расчета размера платы за пользование парковками. Изменение предусматривает введение абонементов. Стоимость абонемента будет рассчитываться по следующей формуле, где P – размер платы за пользование парковками за час, H – количество часов работы парковок в платном режиме в сутки, R – количество дней работы платных парковок в период действия абонементов, K – понижающий коэффициент. Его размер зависит от вида абонемента. Абонемент можно будет приобрести на один день, месяц, квартал, полугодие или год. Чем больше срок абонемента, тем, соответственно, ниже коэффициент, а значит, парковка будет обходиться дешевле. Так, если сейчас оставить машину на парковке на целый день стоит 200 рублей, абонемент обойдется всего в 120. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов сообщил, что готовится также предложение об увеличении времени бесплатной парковки до получаса и обеспечении бесплатной парковки для машин коммунальных служб города. В руководстве регионального отделения ЛДПР произошли значительные изменения. Юрий Кравченко сложил полномочия координатора, и в середине сентября на заседании Координационного совета временно исполняющим обязанности координатора регионального отделения был назначен Дмитрий Панкин, который ранее возглавлял Рязанское городское отделение Либерально-демократической партии. А 25 сентября на заседании Высшего совета ЛДПР под председательством Игоря Лебедева кандидатура Дмитрия Панкина была единогласно утверждена для избрания на должность координатора Рязанского регионального отделения. В понедельник, 2 октября, в Рязанском областном театре «Кукол» прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему третьему фестивалю зеркала сцены. В этом году вручение театральной премии пройдет 8 октября на большой сцене театра драмы. Ну а перед этим на протяжении нескольких дней профессиональному жюри предстоит увидеть около десятка спектаклей и выбрать победителей 14 номинаций. Имена лучших актеров, режиссеров и композиторов узнаем уже на этой неделе. В Рязани стартует третья театральная премия «Зеркало сцены». В этом году оценивать работу деятелей искусства будут известные российские критики, обладатели премии «Золотая маска», актеры и певцы. Председателем жюри станет Григорий Заславский, театровед и ректор Российского института театрального искусства «ГИТИС». Это такая настоящая замечательная оценка качества нашего труда. Мы это практически воспринимаем как отчет за сезон всех наших театров. Победителей предсказать невозможно. Обладателями премии становились как юные дарования, так и заслуженные мастера. В битве за награды каждый из рязанских театров представит по два выдающихся спектакля прошлого года. Не все «Кату Масленца» спектакль на большой сцене. Спектакль, который на сегодняшний день уже получил оценку. Жюри на фестивале «Островского» буквально на прошлой неделе на фестивале «Бостроме» и заняли практически весь, так сказать, пьедестал и лучшая женская роль, лучшая режиссура, лучшая мужская, лучший эпизод. Конкуренцию драматическому театру составит театр музыкальный. Приключения Дюймовочки в постановке молодого режиссера Егора Шалина – это современное прочтение классики. В спектакле с экологическим уклоном задействована вся труппа театра. Артисты наши, наверное, как-то впервые играли роли кротов, жуков, эльфов, бабочек, всяких разных козявочек. Ну, я считаю, что у них это получилось. Очень красивые костюмы были. Костюмы делала наш рязанский известный художник-модельер Светлана Тябут. Театр Нособорный удивит спектаклем «Княжная мэрия». Молодые таланты из Петербурга создали для него сценографию и световые решения. Рязанский кукольный театр также настроен решительно. В этом году он представит на суджюри целых три спектакля. Помимо классических работ от лауреатов премии «Золотая маска», зрители увидят экспериментальную постановку «Маленькая ночная серенада». Итоги премии подведут 8 октября в Рязанском театре драмы. Актеры и работники сцены пройдут по красной ковровой дорожке, чтобы узнать, кто заберет заветную статуэтку и денежный приз. Однако интрига состоит в том, что из 14 заявленных номинаций жюри на свой выбор может отменить любую из них. А значит, бороться с сотрудником театра нужно не только между собой. Истинный талант должен покорить сердца зрителей. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В суровых буднях уголовно-исполнительной системы есть место празднику. В пятницу, 29 сентября, участницы конкурса «Мисс УИЗ» продемонстрировали гостям и членам жюри свои творческие способности. Для публики это был яркий концерт, а для претенденток на корону – сложное испытание. Владимир, Псков, Кузбасс, Воронеж, Волгода – во всех уголках нашей огромной страны в уголовно-исполнительной системе работают невероятно красивые и, конечно же, талантливые девушки. Доказательством этого стал очередной всероссийский конкурс «Мисс УИЗ». Его второй этап на протяжении нескольких дней проходил в Академии в СИН. Девять девушек соревновались в служебной огневой физической подготовке. Ну а 29 сентября зрители и жюри оценили интеллектуальный уровень и творческий потенциал конкурсанток. Мы все в предвкушении творческих номеров, которые подготовили участницы, потому что это пик, это вершина айсберга. Именно в творческом конкурсе он наиболее эффектный, и участницы показывают свое художественное мастерство, свои таланты, и поверьте, что эти таланты безграничны. После представления всех участниц, члены жюри и зрители получили возможность познакомиться с каждой из них поближе в конкурсе «Краса России». Много интересного смогли узнать зрители о культуре и жизни Самары, Кирова, Владимира, Рязани и других городов, а также о талантах участниц. Кто-то рассказал о своей малой родине в танце, кто-то в небольшой театрализованной постановке или юмористическом монологе. Ну а представительница Академии ВСИН России Мария Калашникова исполнила песню о Рязани. Мне думается, что в России в целом все женщины красивые. Что касается Марии, то это отличный сотрудник, хороший преподаватель, прекрасный человек, и она победила во внутреннем конкурсе Академии. Ну и мы надеемся, что достойно представит ВУЗ среди образовательных организаций в СИН России. Мария надежда руководства оправдала на 100%. По итогам последней творческой составляющей конкурса члены жюри пришли к выводу, что именно она достойна звания «Мисс УИС». По словам Марии, тяжелее ей далось участие в испытаниях, связанных с профессиональным мастерством. А перед началом творческого конкурса она практически не испытывала волнения. И хотя девушка понимала, что соперницы у нее сильные, на победу все равно рассчитывала. Я буду счастлива. Это работа всей нашей большой команды, единой команды. Вот. Ну, будем надеяться. Надежды оправдались, и несмотря на то, что каждая из девушек достойно представила свой город и свою образовательную организацию, в третьем этапе всероссийского конкурса в Москве примет участие именно Мария Калашникова. Старший преподаватель кафедры общей психологии и психологического факультета Академии ФСИН России. Ирина Квалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. День тех, кто в той или иной степени отказался от продуктов животного происхождения. С каждым годом тех, кто сознательно отказывается от мяса, становится все больше и больше. Действительно ли это не только безопасно, но и полезно для организма? Это не диета, а философия. Сегодня строгое вегетарианство или веганизм уже не экзотика. Рестораны и кафе давно умеют подстраиваться под клиентов с определенными принципами. В Рязани такие тоже есть. На обед в вегетарианском кафе – овощная запеканка, в которой вместо мяса его пшеничный заменитель. Это называется сейтан. В нем содержатся все незаменимые аминокислоты, которые присутствуют в обычном мясе. 42% белка. И по вкусу это напоминает вареное мясо. То есть у нас предварительно сварена картошка. На дно противня мы кладем. Нарезаем кусочками сейтан. Добавляем баклажаны, помидоры. Все заливаем сыром, засыпаем сыром. И ставим в духовку запекаться. В России вегетарианство придерживается менее 4% населения. Средний мировой показатель – 10%. И этому есть свое объяснение. Допустим, летом, когда у вас большое количество фруктов, овощей, на грядках своих, а не тепличных, которые никогда в жизни солнышко и не видели. В этом случае можно какой-то период, допустим, месяц, полтора, либо все лето, все три месяца, побыть вегетарианцем. То есть какой-то период. А затем уже с наступлением холодов нужно возвращаться к прежним привычкам питания. Мы все-таки живем в средней полосе. Сменяются времена года. Наступает холодное время года – осень, зима, весна. Когда все мы и так, в общем-то, нуждаемся в большом количестве дополнительного солнышка, питательных веществ. Если человек вдруг начинает себя ограничивать в каких-либо продуктах, то, естественно, зарабатывает серьезные проблемы со здоровьем. А в Индии не едят мясо четверо человек из пяти. И руководствуются они прежде всего морально-этическими принципами. Их же придерживается и жительница Скопина Вера Железникова. Женщина не ест мясо уже более 20 лет. Мои, например, сверстники, тем, кому мне полных 67 лет. 67 полных. И мои приятельницы, вот никому я, конечно, не навязываю, опять же повторяюсь, знакомые просто, соседи, да, женщины там, то у них ноги заболели, то у них там руки болят, то там, ну, весь организм уже выходит из строя, да, ну, под 70. И я им всегда говорю, что не ешьте мясо, не ешьте мясо, не отягощайте себя убийством животных. Ну, это у любого человека, абсолютно у любого. Если его поставить в такие условия, просто убрать это мясо. Просто его взять и убрать. Никто с голоду не умрет. Абсолютно. Потому что слон считается на планете Земля самое сильное животное, но оно травоядное животное, слон. Вегетарианцам, впрочем, в какой-то степени живется полегче, чем веганам. Последние полностью исключают из меню не только мясо и рыбу, но и молоко, а также мед. И, как говорят специалисты, переход к такой диете – шаг довольно серьезный, и поменять свой рацион в одночасье невозможно. Выходить на альтернативную систему питания нужно поэтапно. Обязательно должны быть белковые продукты животного происхождения, не только растительные, но и животный белок нам всем необходим. Не ограничивайте себя ни в коем случае в этом. Должны быть животные жиры, должны быть и яйца, и молочные продукты. То есть, никаких строгих диет не должно быть. Если вы хотите быть здоровым, первое, что должно быть в вашем питании – это разнообразие. Грамотный подбор и растительных продуктов, и продуктов животного происхождения. Есть мясо или не есть – вопрос, на который каждый должен ответить сам. В пользу приверженцев растительной пищи говорит тот факт, что они реже, чем мясоеды, страдают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Глобал сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал сервис. 55 90 50. Деньги под залог и скупка золота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова